Глава 9. Общее молчание воцарилось, все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасии Филипповны и особую настоящую минуту был для всех странной и хлопотливой неожиданностью. Уж одно то, что Настасия Филипповна жаловала в первый раз, до сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными. А в самое последнее время даже и не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Ганя хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор. Но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкостей над своим семейством, а не визита к нему. Он знал, наверное, что ей известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее теперь, после подарка портрета в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое-то решение. Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго. Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и опять, входя в комнату, слегка оттолкнула князя. Наконец-то удалось войти. «Зачем это вы колокольчик привязываете?» – весело проговорила она, подавая руку Гане, который бросился к ней изо всех ног. «Что это у вас такое опрокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста». Совсем потерявшаяся Ганя отрекомендовал ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью. Но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально. Даже и тени улыбки, что уже требовалось простой увежливостью, не показалось в ее лице. Ганя обмер. Упрашивать было уже нечего и некогда. И он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла по силе этого взгляда, что значила для нее, брата, эта минута. Тут она, кажется, решилась уступить ему. И чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. Все они в семействе еще слишком любили друг друга. Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела было начать о своем особом удовольствии, как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась в Ганя и, садясь без приглашения еще, на маленький диванчик в углу окна, скричала, «Где же ваш кабинет? И, и, где жильцы? Ведь вы жильцов содержите! Да, содержите!» Ганя ужасно покраснел и заикнулся было что-то ответить, но Настасья Филипповна тотчас прибавила. «Где же тут держать жильцов? У вас и кабинета нет, а выгодно это!» Обратилась она вдруг к Нине Александровне. «Хлопотливо несколько», – отвечала была та, – «разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что…» Но Настасья Филипповна опять уже не слушала. Она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему, «Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось. Его столбняк, его комическая трусливая потерянность вдруг сошла с него. Но он ужасно побледнел. Губы закривились от судороги. Он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гостья, продолжавшей смеяться. Тут был и еще наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не анимения при виде Настасьи Филипповны. Но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем, в дверях гостиной, однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Ганя. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге, он вдруг машинально ступил вперед. «Выпейте воды!» – прошептал он Ганя. «И не глядите так!» Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особого замысла. Так? По первому движению. Но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Ганя вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы ни в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже скрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения и нервно захохотал. Он совершенно опомнился. «Да что вы! Князь! Доктор, что ли?» Вскричал он по возможности веселее и простодушнее. Даже испугал меня. «Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь? Вообразите! А я, давеча в прихожей, приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха-ха! Нет беды! Нет беды!» Подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. «Нет беды!» «Да чуть ли не бронила вас, князь! Простите, пожалуйста!» «Фердыщенко, вы-то как здесь такой час?» «Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану!» «Кто? Какой князь? Мышкин?» Переспросила она Ганю, который между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. «Наш жилец!» – повторил Ганя. «Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившееся всем, как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», которое прошептали сзади него. Кажется, Фердыщенко в пояснении Настасье Филипповне. «Скажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда я так ужасно?» «Вас ошиблась!» – продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бессремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденно, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. «Я удивился, увидя вас так вдруг!» – пробормотал было князь. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это? В самом деле, я как будто его где-то видела. И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего?» «Ну же, ну!» – продолжал гримасничать Фердыщенко. «Да ну же! О, Господи! Каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пень тих же ты, князь, после этого!» «Да и я бы насказал на вашем месте!» – засмеялся князь Фердыщенко. «Давеча меня, ваш портрет поразил очень!» – продолжал он Настасье Филипповне. «Потом я и понченными про вас говорил, а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парафен Рогожев. «И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы. А как же вы меня узнали, что это я? По портрету и еще, и еще потому, что такую вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то. Где, где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне? Ай да, князь!» – закричал Фердыщенко. «Нет, я свое беру назад. Впрочем, ведь это он все от невинности, – прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасия Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос, послышавшийся из-за толпы, плотно обступивший князя и Настасию Филипповну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасией Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке. Усы его были нафабрины. Этого уже Ганя не мог вынести. Самолюбивый и тщеславный до мнительности, до ипохондрии, искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее, чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит с отчаяния решившийся наконец у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасией Филипповной, сбивавший его до последней минуты с толку и безжалостно державший над ним вверх нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасии Филипповны, о чем ему уже было донесено, поклявшийся всеми клятвами больно наверстать ей все это впоследствии и в то же самое время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу. И, главное, в такую минуту, еще одно непредвиденное, но самое страшное истязание для тщеславного человека, мука краски за своих родных, у себя же в доме, выпало ему на долю. Да стоит ли, наконец, этого самого вознаграждения промелькнуло в это мгновение в голове Гане. В эту самую минуту происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам в виде кошмара и леденило его ужасом, сжигало стыдом. Произошла, наконец, семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал было представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и поскорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду, но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться и дал себе слово во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя. Хоть на время истушевать его, если возможно, даже из Петербурга. Согласна или не согласна будет на ту мать. Десять минут назад, когда входила Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ардальона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовшись во фраке. И именно в то самое время, когда Настасья Филипповна только случая ищет, чтобы осыпать его и его домашних насмешками. В этом он был убежден. Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит? Нет. Как не это? Сдружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их у него же в доме приехала она? Но потому как расположились обе стороны, сомнений уже быть не могло. Его мать и сестра сидели в стороне, как оплеванные. А Настасья Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с нею комнате. И если так ведет себя, то, конечно, у ней есть своя цель. Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. А Родолеон Александрович Иволгин с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, старый несчастный солдат и отец семейства, счастливого надежды заключить в себе такую прелестную. Он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько слабый, в эту послеобеденную минуту на ногах, так и шлепнулся или, лучше сказать, упал на стул. Но это, впрочем, его не сконфузило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкою, медленно и эффектно поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, все еще была довольно прилично, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде и в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только года два-три назад. С этого же срока и предался он слишком уже безудержу некоторым своим слабостям. Но ловкая и приятная манера оставалась в нем и доселе. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ардалиона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. Я слышал, что сын мой, начал был Ардалион Александрович, да, сын ваш. Хорошие вы тоже, папенька-то. Почему вас никогда не видать у меня? Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне? Никого не компрометируя. Дети девятнадцатого века и их родители, начал было опять генерал. Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Ардалиона Александровича на одну минуту. Его спрашивают. Громко сказала Нина Александровна. Отпустить? Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть. И какие у него дела? Ведь он в отставке. Вы не оставите меня, генерал? Не уйдете? Я даю вам слово, что он приедет к вам сам. Но теперь он нуждается в отдыхе. Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе, скликнула Настасья Филипповна с недовольной и брезгливой гримаской. Точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение. Друг мой, друг мой, укорительно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце. Вы не уйдете отсюда, маменька? Громко спросила Варя. Нет, Варя, я досижу до конца. Настасья Филипповна не могла не слышать вопроса и ответа, но веселость ее от того как будто бы еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами. И через пять минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих. Коля дернул князя за фалду. Да убедите хоть вы его как-нибудь. Нельзя ли? Пожалуйста. И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. О проклятый Ганька! Прибавил он про себя. С Иваном Федоровичем Епинчиным я действительно бывал в большой дружбе. Разбивался генерал на вопрос Анастасии Филипповны. Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына, которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, кавалькада, Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и еще борется с клеветой и с пулями. «С пулями?» – скричала Анастасия Филипповна. «Они здесь, в груди моей, а получены под карсом и в дурную погоду. Я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом. Хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся отдел буржуа, шашки, читаю газеты. Но с нашим Портосом и Панчиным после третьегодней истории на железной дороге по поводу баллонки покончено мною окончательно». «Баллонки? О! Это что же такое?» – с особым любопытством спросила Анастасия Филипповна. «С баллонкой? Позвольте!» И на железной дороге, как бы припоминала она, «О, глупая история! Не стоит и повторять! Из-за гувернантки, княгини Белоконской, мистер Шмидт, но не стоит и повторять!» «Да непременно же расскажите!» – весело воскликнула Анастасия Филипповна. «Я еще не слыхал», – заметил Фердыщенко. Ардалеон Александрович раздался опять умоляющий голос Нины Александровны. «Папенька, вас спрашивают!» – крикнул Коля. «Глупая история!» – и в двух словах начал генерал самодовольством. «Два года назад, да, без малого, только что последовало открытие новой железной дороги, я и еще в штатском пальто, хлопочая чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет в первый класс, вошел, сижу, курю, то есть продолжаю курить. «Я закурил раньше, я один в отделении, курить не запрещается, но и не позволяется, так, полупозволяется, по обыкновению, ну, и смотря по лицу, окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются две дамы с баллонкой, прямо нас упротив, опоздали. Одна пышнейшим образом разодета, в светло-голубом, другая скромнее, в шелковом-черном, с перинкой. Недурны собой, смотрят надменно, говорят по-английски. «Я, разумеется, ничего, курю, то есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому окно отворено в окно. Баллонка у светло-голубой барыни на коленках покоится, маленькая, вся в мой кулак, черная, лапки беленькие, даже редкость, Ошейник серебряный, с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дамы, кажется, сердятся за сигару-то, конечно. Одна в лорнет уставилась, черепаховый, я опять-таки ничего. Потому ведь ничего же не говорят. Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же, наконец, язык человеческий. А то молчат вдруг. И это без малейшего, я вам скажу предупреждение, то есть без самомалейшего, так-таки совершенно как бы с ума спятила, светло-голубая, хвать у меня из руки сигару и за окно. Вагон летит, гляжу, как полоумный. Женщина дикая, дикая женщина-таки, совершенно из дикого состояния. А впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком даже. Глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенную вежливостью, совершенную вежливостью, с утонченную, так сказать, вежливостью, двумя пальцами, приближаюсь к баллонке, беру деликатно за шиворот и шварг ее за окошко, вслед за сигаркой. Только взвизгнуло. Вагон продолжает лететь. Вы изверг, крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки, как девочка. Браво, браво, кричал Фердышенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала. Даже Коля засмеялся и тоже крикнул. Браво. Я прав, я прав, трижды прав. Жаром продолжал торжествующий генерал. Потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно. Браво, папаша. Восторженно встречал Коля. Великолепно. Я бы непременно, непременно то же самое сделал. Но что же бариня с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна? Она? Ну. Вот тут-то вся неприятность и сидит. Продолжал, нахмурившись генерал. Ни слова не говоря и без малейшего, как есть предупреждения. Она? Хвать меня по щеке. Дикая женщина. Совершенно из дикого состояния. А вы? Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил. Увлекся. И больно? Больно? Ей-богу, не больно. Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся. Единственное, только чтоб отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел. Светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской. А которая в черном платье, та была старшая из княжон Белоконских. Старая дева лет 35. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Япончина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке Белонки, визг шестерых княжон, визг англичанки. Светопредставление. Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения. Письмо написал. Не приняли ни меня, ни письма, а с Ипанчиным раздоры, исключения, изгнания. Но позвольте, как же это? Спросила вдруг Настасья Филипповна. Пять или шесть дней назад я читала, а я постоянно читаю газету, точно такую же историю. Но решительно точно такую же. Это случилось на одной из пренских железных дорог в вагоне с одним французом и англичанкой. Точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно баллонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся, хохотал по-прежнему. Один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего. Он все время стоял, выдерживая немую, нестерпимую муку. Уверяю же вас, пробормотал генерал, что и со мной точно то же случилось. У папаши действительно была неприятность очень большая. Шмидт с мисс гувернанткой у Белоконских, скричал Коля. Я помню, как, точь-в-точь, одна и та же история на двух концах Европы и точь-в-точь такая же во всех подробностях до светло-голубого платья настаивала безжалостная Анастасия Филипповна. «Я вам газету пришлю, но заметьте, все еще, — настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше. Ага, вот разве это?» Анастасия Филипповна хохотала, как в истерике. «Папенька, я вас прошу выйти на два слова!» — дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя. Машинально схватив отца за плечо, бесконечная ненависть кипела в его взгляде. В это самое мгновение раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять дверь.